Я прошу прощения. Категория 85 килограммов. Категория до 85 килограммов. Мы с вами будем наблюдать финальный поединок с участием болгарина Бибулата Базаева. Ну а это наша восходящая надежда. Адам Сайтиев. Адам Сайтиев, брат знаменитого Буайсы Сайтиева. Адам Сайтиев. Как называлась статья в газете Спортэкспресс, что великолепно заменил брата, потому что с большим преимуществом в Турции, в Анкаре, в очень непростой ситуации. Адам Сайтиев победил Александра Лайпольда из Германии. В общем, непредсказуемый немец, но в итоге... 6-0 тогда Адам вел за несколько секунд до финального свистка, но затем удалось провести прием. И все-таки в итоге Адам Сайтиев стал чемпионом мира. И вот сейчас он будет бороться за золото европейского чемпионата. Обратите внимание, как представитель Белоруссии, с которым борется наш богатырь в финале. В финале в категории 85 килограммов. В более тяжелую категорию перешел Адам Сайтиев. Потому что в категории 76 килограммов он был в прошлом году. Тогда защищал в честь России россиянин Хаджимурад Магомедов. А Буайса, Буайса, чтобы двум братьям вместе не бороться. Олимпийский чемпион Буайса Сайтиев представлен в своей излюбленной категории до 76 килограммов. Адам Сайтиев. Один из тех, один из 18 участников соревнований вот в этом разряде. Разряде 85 килограммов. Соперник. Представитель Белоруссии Бейбулат Мусаев. Естественно, в российской команде очень большая конкуренция. И пробиться очень трудно. И очень многие атлеты выступают и за Белоруссию, и за Украину. Для того, чтобы просто получить возможность бороться на самые высокие места на европейских титулах. Вот подтверждение слов, что можете себе представить. Проводи сейчас, скажем, чемпионаты бывшего СССР или тем паче СССР. В общем, история не терпится слагать на наклонении. Тем не менее, представляете, какая была бы конкуренция. Львиная доля финалов. Все наши соотечественники или наши бывшие соотечественники. Все это, конечно же, вызывает огромную радость. Адам Сайтиев попал в седьмую группу, где с литовцем Вилавитюсом и с чехом Воборилом боролся. И в итоге с огромным-таки преимуществом победил два раза со счетом 4-0 своих оппонентов. В общем, особо и не напрягаясь. Ну и вот мы видим, что здесь финальная схватка уже 3,5-2,5 минуты прошло. Адам Сайтиев, молодой богатырь. Представляете, что будет твориться на Олимпийских играх в Сиднее, когда два брата Бывайса и Адам будут стоять за честь нашей страны. Естественно, в этих весовых категориях, где выступают российские богатыри, мы вправе рассчитывать и только вправе рассчитывать на золотые награды. Кстати, в категории 76 килограммов Бывайса с Айтиев. Увы, но нам не покажут эту схватку сегодня. Это уже вопрос не к каналу Евроспорт России, а к нашим западным коллегам. Я уж тут сетую, конечно, посмотреть, как Бывайса, вернувшийся после перерыва, с турецким спортсменом Беррекетом он боролся и со счетом 4-2 одержал победу. В категории 97 килограммов наш Скредин Муртазалиев у немца Самиева со счетом 4-1 выиграл. Я напоминаю, что сейчас, пока мы смотрим, ну чего ж греха таить, и схватку, которую Россиялин выиграет, и выиграет с большим преимуществом, потому что вы прекрасно видите, что здесь, конечно, пахнет тушей, естественно. Никаких шансов у белоруса нет. Ну что же, о чем я вам и говорил, и это чистая победа. Адам Сайтиев, российский богатырь, выигрывает золото европейского чемпионата. Два брата, Бывайса и Адам, в категории 76. И вот как раз нам показывает Бывайсара Сайтиева, нашу гордость олимпийского чемпиона 96-го года по вольной борьбе. А как там в Сивне? Сборная...